Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, сегодня опять поговорим с вами о колдовстве. Потому что колдовство процветает в этом нашем мире. Ну, как бы, растет, цветет и пахнет. Правда, разными запахами. Черное колдовство имеет несколько мерзкие ароматы разложения и гнили. Ну, магия хорошая, добрая, имеет, значит, разные запахи. Да, знаете, все имеет не только вид, но и цвет, и вкус, и запах. И люди чувствительные могут определять. Даже, знаете, вот как бы повеяло какими-то нехорошими ароматами, ну, которые в этом мире, ну, вроде бы неоткуда пахнут, да? Понимаете, что, возможно, на вас, либо здесь рядом с вами, либо на вас осуществляется колдовское воздействие. То есть опытный человек может определить так. Понятно, даже воздействие некоторых колдунов, можно почерк, так сказать, как, знаете, у всяких жуликов бывает почерк. Там почерк домушники, там, медвежатники, форточники, щипачи. Да, у них тоже есть почерк. И у колдунов есть свой почерк, который, ну, в принципе, можно определить по следам, какой колдун поработал. Даже вот в чем-то по такому астральному запаху. Концентрируетесь, пронюхаетесь, ага, понятно. Марья Ивановна тут наследила. Ну, друзья мои, смешно-смешно. А сегодня так вкратце хотелось бы поговорить с вами о мороках, о морочках. А вот этом, знаете, есть песня такая. Синий туман, да, синий туман похож на обман. Ну, вот некие такие мороки, туманы накладываются часто колдунами на обычных людей. Затуманивается разум, накладываются на разные чакры этот туман. В зависимости от, ну, как бы, необходимости. В чем колдовство, знаете, к примеру, вторую чакру закрывают туманами, чтобы человек, ну, был, либо, к примеру, не складывалась личная жизнь. Ну, знаете, как в качестве мести. Не доставайся ты никому, да. Ушла от меня или ушел от меня, вот тебе. Туманчиком мы тебя мороками накроем, разум твой это. И как ни старайся, а все у тебя не сложится. Вот такое я встречаю очень часто, друзья мои. Хотя, ну, как бы, снимается элементарно, да. Ну, вот наша безграмотность энергетическая ведет к тому, что бывает человек всю жизнь и не понимает. А что такое вот? Вот логически невозможно понять. Причина-следственная связь. Вроде все нормально, там, внешность, там, и общительность, и все, все есть. Не складывается, да, вот личная жизнь. Точно так же, к примеру, ну, вот на третью чакру накладывается и безденежье человека. Вот вроде все-все-все-все, вот, знаете, бизнес идет. Вот сейчас вот должно быть перед носом все протекает. И вы думаете, ну, нереально так. У каких-то дураков получается, у меня ничего не получается. Хотя я там красивый образу, ну, вот какие-то все эти вещи, да. Необъяснимо. То, что необъяснимо логически, значит, появляется, проявляется как колдовство. То есть надо понимать. Не надо полностью, знаете, уходить в некое мракобесие, что некоторые, ну, вообще, все вокруг колдовство. Хотя в чем-то они и правы. Потому что даже вот этот мир, это, ну, такой заколдованный мир. Непростой мир. Сложный. И, ну, все-таки, надо, знаете, границу разум и душа. Душа отвечает за энергию, разум отвечает за логику. То есть надо, когда, чтобы была гармония, чтобы разум и душа, когда вам надо в этом материальном мире понимать, осознавать, чтобы вас там не объегорили, надо работать разумом. Когда чувствуете энергию, надо переключаться в режим души. Но для этого надо учиться. Потому что разум наш тренирует ежедневно. То есть, как бы, с детства, с детского сада, школа пошло-поехало. Тренировка разума. Душа, как бы, это интуитивное чувство. Кто-то сам тренирует. Ну, а кто-то просто иногда вот эти всполохи, понимание чего-то всплывает, что что-то такое есть еще огромное, мощное, еще больше, чем этот разум. Но неуловимое. Нельзя его ухватить. Нельзя. Но можно научиться слышать голос своей души и работать душой и энергией. Ну, так вот, в общем-то, мороки, которые накладываются на сердце, на голову, на здоровье. Знаете, бывает, что, ну, особенно в бытовом колдовстве, когда, к примеру, там, какая-нибудь свекровь, теща колдует, там, чтобы, там, знаете, жених никуда не сбежал. Или наоборот, там, чтобы был, как говорится, послушный, как телок, что ему что скажешь, то и делай. Да, или муж. Обычно бывает, знаете, вот, вроде муж нормальный, да, хороший дядька. Но вот слушается, как прямо пиу-пиу, вот там, все что угодно. Там жена скажет, там, прыгни в окно, он прыгнет, да, там. То есть, вот, как бы, находится в мороке. То есть, такое бытовое семейное колдовство тоже часто, и часто присутствуют здесь вот эти вот колдовские мороки, колдовские туманы. Они бывают разные, разного цвета. Ну, знаете, вот, ко мне люди часто обращаются, я, ну, почти каждый раз встречаешь вот эти мороки где-нибудь. Потому что абсолютно чистых людей не бывает. То есть, за свою, ну, правда, ко мне обращаются люди уже, ну, пострадавшие от колдовства. Поэтому сказать, что, ну, встречались мне люди, у которых было почти все чисто, там, за исключением. И всегда радуют. Они достаточно осознанные, сильные. И, в принципе, и обращаться ко мне не надо. Но, вот, некое подтверждение своих этих им нужно. Поэтому так происходит. Ну, а так, все мы на всех, ну, вот, буквально, знаете, ну, 95% точно населения опутаны колдовством. Не только, вот, бытовым, но и, как бы, и государственный вот этот морок тоже лежит на многих нас. Обычно он находится в центре разума. То есть, вот, на солнце разума в голове находится морок государственный. И, знаете, как бывает, когда просто скидываешь вот это, проходишься по своим центрам, и вот этот морок убираешь из себя, ну, или из кого-то, человек как бы начинает другими глазами смотреть. То есть, вот, до этого, вот, вроде все, да, вот смотрите так, а вот, как бы, ясность повышается. Поэтому умение работать своими центрами, своими чакрами, знаете, важно. И в чем-то и защита. То есть, вы должны не только уметь убирать из себя морок, но и уметь их с ними работать. То есть, уметь и ставить его. Ну, в отличие от черных колдунов, которые человеку напустят морок и не снимают его, знаете, на всю жизнь это может остаться. Даже если уж колдун умер, кажется, что, да, там есть такое поверье, что колдун умирает, и все его чары уходят. Нет, бывает, что колдун умирает, а чары на человеке так и остаются. И он с ними всю жизнь живет и мучится, ну, если, конечно, не это, не осознает и не снимет их. Что, в принципе, достаточно несложно сделать. Ну, вот, как наслать эти мороки? И стоит ли, так сказать, хорошим людям работать с ними? Или это только инструмент черных колдунов? Нет, друзья мои, это инструмент. Он может быть и плохим, и хорошим. Как, знаете, молоток, тоже можно работать с ним, а можно кому-нибудь звездануть до нехило. То есть, это всего лишь инструмент. И это зависит от вашего намерения, для чего использовать. Если вы используете эти мороки для защиты, то есть, блокируете человека, который нападает на вас, на ваших близких, и делаете это желательно не кармически, то есть, как бы, намерением своим оговариваете, что если этот человек воздействует на вас, там, и ваше пространство, то морок накрывает его. Как он прекращает, забывает о вас, морок уходит. То есть, вот, вот это вот разница, потому что, как говорится, чернушники лепят просто навсегда, накрывают одним, вторым, десятым, там, туманом. Бывает, начинаешь снимать, там, на всех чакрах чернота, там, серость. Тоже, опять же, синий туман, синий туман, да, тоже похож на обман. Так что, друзья мои, ну, так, вкратце я об этом рассказал вам, как снимать эти мороки и как ставить их. Ну, как ставить, я не знаю, не буду, наверное, говорить. А как снимать, снимать надо. Ну, во-первых, надо понять. Значит, вы смотрите вот свой центр, к примеру, центр разума, темно-синий солнце разума. Закрываете глаза, пробуете представить. И, к примеру, ну, никак не представляется. Ну, люди-то, что вам, темно-синий такой шарик представить, нарисовать, пусть даже, как бы, детский, сфантазировать, а не представляется. Вы представляете, но он все время чем-то закрывается, каким-то экраном или каким-то туманом. Вы думаете, что такое? Ну, вот я могу представить любую вещь, да, там какую-нибудь карандаш, там, мороженое, да, вот раз, вот мороженое. Ну, как будто, да, представили его, визуализировали. Какой-то темно-синий шар не могу. А что там? Смотрите, накрыт, к примеру, серым таким, серая дымка. Вы там пробуете, он или вообще закрыт, вы не видите ничего, или вот только вы, удается вам его представить, он ших накрывается, ших накрывается. Значит, четко в вас присутствует этот морог. Что надо понять? Надо определить это, и, в принципе, волей своей, главное, вы обнаружили, значит, вы можете, туман поставили незаконно, вы можете волей своей вызвать перед собой, ну, того человека или то существо, которое этот морог наложило. Для этого, вслух или про себя, в спокойной обстановке, лучше закрыть глаза, чтобы визуальные образы не мешали, чтобы вы максимально могли расслабиться. Потому что, если ваш разум напряжен, вы можете ничего не почувствовать и не увидеть, это важный фактор. Умение расслабить разум, чтобы он стоял в сторонке и наблюдал, а душа чувствовала. Ну, и просто говорите, что я хочу, чтобы здесь и сейчас появился хозяин, владелец вот этого морока в моем сознании, в моем центре разума. Пусть придет сюда, где бы он ни находился, в каком бы мире, и кто бы это ни был, человек или какое-либо существо, пусть придет сюда, как образ, как тень, как энергетическое тело, чтобы я смог вернуть ему вот этот туман, который абсолютно не нужен мне и принадлежит этому существу. Вот такие простые слова вы говорите. И, знаете, как в сказке, помните, встань передо мной, как лист перед травой, да, тоже такая была, был такой заговор, ну, для конька-горбунка. Но тут самое главное, вы должны как бы почувствовать, расслабиться, не бояться, потому что если вы боитесь напряжения, думаете, сейчас какая-то морда придет, сейчас чем я его вызвал, лучше бы сходил с туманом в башке, да, там, а то еще придет, еще мне накостыляет. Не волнуйтесь, это вы здесь главный, вы вызываете. Попробуйте почувствовать, даже если этот человек умер, все равно будет ощущение присутствия. Вы как бы с закрытыми глазами сканируете пространство и смотрите, где появляется, обычно переходит спереди, появляется плотность. Как бы раз, чувствуете, ага, там, к примеру, правее, левее. Потом еще, может быть, смутно. Бывает, сразу у вас приходит образ того человека, которого вы знаете, понимаете, ага, это он. Бывают смутные образы, бывают нечеловеческие образы, то есть, как бы, ощущение присутствия, неважно, то есть, они обязаны прийти. Вы сканируете, опять же, можете, как бы, внутренне задать вопрос, а что это, человек, не человек, к примеру, мужчина, женщина, там, существо. И бывает, прямо возникает образ, там, к примеру, рептилоида, там, инстинктоида какого-то насекомого, там, существа в капюшоне, каких-то покойников гнилых, может быть, все что угодно, бояться не стоит. Вот, вы, вы главный. После этого вы спокойно говорите. Благодарю тебя, неизвестный дух или известный вам, там, гражданка Мария Ивановна, ныне покойная, да, там, за этот туман, за этот морок, который ты дала мне когда-то, без моего разрешения. С помощью этого тумана душа моя прошла все необходимые мне горькие уроки, но сейчас этот морок мешает мне идти вперед к здоровью, счастью и знаниям. Поэтому прошу тебя и даже требую, забери это все полностью и без остатка. И если есть еще что-либо в моем теле, что ты также дала мне без моего ведома, все вещи, нити, корни, подключения, все то, что мешает и отравляет мое тело, забирай это все и иди с миром, потому что я хочу развязать все эти кармические узлы и я развязываю их, поэтому забирай это все и иди полностью и без остатка, с миром и благодарностью. И прямо расслабленно почувствуйте, не волнуйтесь, она или он там, оно должно забрать все, что принесло ваше тело. Обязательно. Может быть из других мест, просто вы поняли, что здесь морок, а он может быть по всему телу. Бывает ощущение, что как будто вообще со всего тела вашего снимают там сети, какие-то нити, даже бывают болезненные ощущения. Поэтому, ну, снять это существо обязано. Вы просто ждете, если много, оно пока не снимет, не уйдет. Потом уходит спокойно. Но, то есть снять-то оно снимет, но бывают такие упорные, которые там через какое-то время опять вам морок наведут, то есть упорные. В таких случаях этих существ надо блокировать и может быть тоже, что вы не то, что беззубая, так сказать, жертва, овечка, а можете тоже заблокировать и также накрыть мороками, туманами, чтобы было неповадно. Лучше даже закодировать вот свой солнце-разум, если, к примеру, вам прямо здесь создаете намерение в своем сознании словами, мыслями, так и говорить, что я хочу, чтобы это мое солнце-разума работало, светило максимально эффективно и сильно на 100% мощности и силы, чтобы никакие паразитические силы и сущности не могли питаться этой моей темно-синей энергии разума, чтобы она была для них, для этих паразитов, крайне ядовита и токсична. Это намерение растворяете в своем сознании полностью без остатка. Ну вот, друзья мои, вот такая вроде как работа с мороками, с саморочками, которые часто присутствуют в наших телах. Вот посмотрите, вот, в общем-то, этими мороками, ну, огромное количество людей заражены. И это влияет очень на наше восприятие, наше восприятие этого мира, да на все, на здоровье, на удачу, на личную жизнь, на все. Поэтому я и говорю вам, будьте осознанней, становитесь хозяевами своих энергетических тел, выметайте, выдувайте из себя, вот как форточки, открыть всю эту колдовскую нечисть, потому что она же пахнет плохо, эти туманы. Потом, знаете, к вам, может быть, действительно, как бы люди вас сторонятся, потому что они чувствуют вот этот аромат противный черного колдовства и думают, какой-то неприятный человек, да, а вы хороший, на самом деле, а вас испачкали, изгадили каким-нибудь кладбищенским, этой, дымом кладбищенским. Все, друзья мои, тема, конечно, длинная, в принципе, конечно, тут можно про это, знаете, сколько видео, про какие эти туманы бывают, как их накладывают, как накладывают, не скажу, вы там начнете тоже всем это, всем туманы гасить. Ну, все, давайте, пока.